Московский аэропорт Домодедово имени Михаила Ломоносова, аэропорт Воронежа имени императора Петра I, Витязева города Анапы имени летчика-испытателя Владимира Коккинаки. В России более 40 аэропортов, которым присвоены имена выдающихся людей страны. В скором времени к этому списку добавится Ёшкаролинский аэроузел. В честь кого он будет назван, решать жителям Мариэл. В мире насчитывается более 200 аэропортов, названных в честь выдающихся людей. В основном это крупнейшие воздушные гавани, входящие в мировой топ по пассажиропотоку. В России называть аэропорты именами знаменитых соотечественников начали относительно недавно. В большинстве случаев они носят либо имена людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом, героических летчиков и космонавтов, либо известных деятелей в области культуры и политики. В ближайшее время и аэропорт Ишкарлы обретет собственное имя. В конце прошлого года главой Александра Александровича Мстефея было поручение общественной палате проработать вопрос по голосованию по присвоению аэропорта имени выдающегося земляка. С учетом того, что сейчас развивается инфраструктура аэропорта, будет построено новое здание, современный аэропортный комплекс. И совершенно логично, что аэропорт должен получить имя одного из наших значимых земляков. В скором времени в соцсетях на страницах правительства республики общественные палаты и Центр управления регионом появятся публикации, под которыми каждый желающий может предложить свой вариант имени и воздушной гавани республики. Предложение может быть написано в произвольной форме, но с обязательным обоснованием своего выбора. Это будет большой список, длинный список, в котором будут несколько фигурировать фамилии. В течение месяца мы будем собирать данную информацию. Затем из этого большого длинного списка будем определять на совете общественной палаты, будем определять с помощью голосования жителей, будем определять 3-4 кандидата. Затем эти 3-4 кандидата, будем уже из 3-4 кандидатов, там будет определенная форма, будем выбирать одного наиболее достойного представителя. И после чего уже будет предложение в общественную палату Российской Федерации о ходатайстве перед правительством Российской Федерации, о том, чтобы присвоить аэропорту имя нашего выдающегося земляка. Именно от нас с вами будет зависеть, чье имя будет увековечено и навеки связано с небом. Вариантов действительно много. Может быть Крупников писатель? Да, я вот тоже считаю, тоже подумала, кстати. Очень хороший писатель, произведение хорошее у него, наш, местный. Чтобы в Мариел же? Да. Не знаю, Шпай может. Ключенького палантая. Почему? Ну, я учился в музыкальном училище в свое время. Вот, поэтому, наверное, мне как бы ближе человек. Шпай? Не знаю, аэропорта мне Ивана Крыль. Стоит отметить, что возобновление авиасообщения Мариел стало приоритетной задачей правительства региона с 2017 года. Благодаря взаимодействию с федеральными властями был положительно решен вопрос реконструкции единственного аэропорта республики. Эти работы включили в индивидуальную программу социально-экономического развития Мариел, и первым этапом стало проектирование нового пассажирского терминала. Также напомним, что в 2021 году запланировано открыть новое направление перелетов. Федеральное агентство воздушного транспорта приняло решение субсидировать рейсы из столицы Мариел в Сочи. Обретение имени станет еще одним шагом для нашего аэропорта к повышению его статуса на федеральном уровне.